Прокомментируйте такие чудовищные, да, срок 20 лет. Ну, во-первых, всем добрый день еще раз. Хочу сказать, что все вы слышали приговор. 12 лет лишения свободы. Пучом частичного сложения наказания, окончательно 20 лет. С началом отбывания наказания от даты задержания 7 мая 2020 года. И гражданский иск на 7 миллионов рублей. Конечно же, защита не согласна с приговором. Конечно же, мы будем его обжаловать. Конечно же, этот приговор укладывается в общую канву всех приговоров, где есть так или иначе политическая составляющая. Канва этих приговоров, я думаю, вам известна. Она заключается в том, что какие бы доказательства защиты в опровержении того обвинения, которое предъявлено подзащитному, не были представлены, как бы досконально не была доказана невиновность подзащитного к вменяемому ему преступлению, никакого другого приговора, кроме как обвинительного, суд вынести не может. Вместе с тем, я хотел бы обратить внимание того, что я сейчас услышал на слух. Как вы видели, копию решения мы еще не получили. Хотел бы сказать вот о чем. Обвинение Быкову Анатолию Петровичу было предъявлено без ссылки на статью 33, предполагающую форму соучастия преступления. Так делается, когда предъявлено обвинение в убийстве в составе организованной группы, что и было сделано. Там нет разделения на формы соучастия. Сегодня суд на слух из того, что я услышал, признал Анатолия Петровича Быкова виновным в квалификации через часть 4 статьи 33 Уголовного кодекса России, если я не ошибаюсь, то есть через подстрекательство к убийству в составе группы лиц по предварительному сговору. Что это обозначает? Это обозначает, что в приговоре суд не согласился с квалификацией обвинения в составе организованной группы. Как я понимаю, он посчитал, что данный признак в обвинении Анатолию Петровичу не доказан, в связи с чем квалифицировал его действия как подстрекательство к убийству совершенному группой лиц по предварительному сговору. И в этой части у меня приговор вызывает двоякие чувства. То есть, с одной стороны, это меньшая по степени общественной опасности деяния, с другой стороны, нам не вменялось изначально обвинение через признак соучастия подстрекательства. И с этой точки зрения приговор, на мой взгляд, находится на грани нарушения права на защиту. Будем ли мы обжаловать приговор в этой части, я не знаю, но, безусловно, приговор с позиции незаконности вывода о виновности нашего подзащитного будет обжалован в установленной законом сроке. А представьтесь, пожалуйста. Адвокат Прохоров Алексей Александрович, защитник Быкова Анатолия Петровича. Александр, напомните, кто исполнитель? Ну, уже есть вступившие в законную силу приговоры суда, согласно которым непосредственными исполнителями убийства Филиппова были некто Еловский и Живица. Организатором этого убийства был Вилор Струганов. Ну, вот сегодня Быкова Анатолия Петровича сделали подстрекателем к этому преступлению, но я думаю, что мы докажемся на правоту в вышестоящих судебных инстанциях. Извините, я правильно поняла, что два года и мы уже как бы зачли в этот приговор? Или я не так понимаю? Сколько мы считаем? Ну, я еще пока не считал, но давайте посчитаем, если с 7 мая 2020 года в зачет срок отбывания наказания вошел, получается, из 20 лет он отбыл чуть больше 3,5 лет по состоянию на сегодняшний день. Точно до даты я не могу сказать, нужно посчитать. А теперь вот все суды прошли, что сколько он будет? Пока приговор Кировского районного суда не вступит в законную силу, Анатолий Петрович продолжит содержаться в СИЗО 1 города Красноярска, по вступлению его в законную силу может быть отправлен в одно из исправительных учреждений строгого режима согласно Уголовно-исполнительного кодекса на территории Красноярского края. Он должен отдавать как на территории субъекта, где он имеет постоянное место жительства. А он уже этапировался или он все время в СИЗО? Нет, вот эти 3 с лишним года он постоянно находится в следственном изоляторе номер 1. Последние полтора года в камере он сидит один. А это тоже нарушено? Нет, 3,5 день за день, плюс небольшой кусочек день за полтора, там около 3 лет и 9 месяцев. Также хотел бы сказать, что сегодня, пока мы проходили для оглашения приговора, Красноярский краевой суд уведомил меня о том, что апелляционное разбирательство на второй приговор, это приговор Центрального районного суда, вот 12 мая 2023 года, сегодняшнее судебное заседание не состоится, оно отложено на 18 мая на 10 часов. Спасибо.